Добрый день, желаемые родители! Мы очень рады вас приветствовать в Наверчелнинском государственном педагогическом университете на лектории Алексея Владимировича Саватеева. Сегодня состоится лекция, которая называется «Математические игры. Сет и Добл». Очень интересная лекция. Прошу пристального внимания. И для приветственного слова приглашаю ректора Наверчелнинского государственного педагогического университета Альфенур Азатовна. Уважаемые гости Наверчелнинского государственного педагогического университета. Стало уже традиционным раз в два месяца проводить лекторий знаменитого популяризатора математики, доктора математических наук, профессора Московского физико-технического института, нашего руководителя Камского математического центра Алексея Владимировича Саватеева. Я очень благодарна вам, Алексею Владимировичу, что вы находите время в вашем ритме, режиме. Вы исколесили практически всю Россию. И очень важно, что вы не забываете город-набережная Челнин, который стал центром математического образования. Все-таки в городе такое крупное предприятие, как публичное акционерное общество КАМАЗ, обязывает нас с вами заниматься техническими науками, знаниями по математике. Очень важно, чтобы была именно популяризация такого предмета, как математика. Здесь присутствуют те школьники, которые, возможно, уже были на лекциях у Алексея Владимировича, и те, которые, возможно, в первый раз присутствуют сегодня на такой публичной лекции. И надо отметить, что Алексею Владимировичу достаточно простым языком удается рассказывать о сложных вещах, о сложных математических каких-то теориях. Это очень важно, потому что именно простота дает возможность понимать сложные вещи и, соответственно, побуждает интерес к науке. Что для нас очень важно, мы сегодня работаем над тем, у нас есть математический факультет, есть определенные направления изучения образовательной программы по IT-специальностям. Мы ждем вас и в стенах нашего университета. Вы видите, какая инфраструктура. Благодаря Министерству просвещения Российской Федерации выделено достаточно много бюджетных средств для того, чтобы и создать условия для изучения наук, и работать в научно-проектных группах, что у нас сегодня студенты делают с привлечением психолого-педагогических классов. Я хочу вам пожелать сегодня внимательно слушать эту лекцию и не стесняйтесь, задавайте вопросы. Такая возможность предоставляется не каждый раз. Ну и, Алексей Владимирович, вам слово. Мы очень рады, что вы у нас в гостях. Поприветствуем. Спасибо всех с наступающим Новым годом, конечно же. Вот. Ну а лекция тоже такая немножко новогодняя, но от этого не менее... Ой, это кто? Ой, а куда это мы попали? Здравствуйте, дети. Не подскажете, где мы? Здравствуй, Дедушка Мороз. Борода из ваты. Ну, лекторий так лекторий. Ну, раз у вас математическая тема, значит, будем загадывать математические загадки вам. Держи, внучка. Что в мешке? Кто угадает? Давайте мы с вами разгадаем пару загадок. Наш соседский карапуз за 10 слив продал арбуз. Сколько стоит 5 арбузов у того же карапуза? Подай, внученька, подарок. 50 ответ был. Что ж без скидок-то? Наш верный и надежный друг, без него мы, как без рук, с большими числами действия совершает, результат нам сообщает. Подай. Ответ калькулятор был. Несколько человек сказал одновременно, кстати. Его нужно нам решить, а значит, корень раздобыть. Каждый быстро, без сомнения, поймет, что это... Молодцы! Ну, всем нужно мандарины раздавать теперь. Нам в примерах помогают, порядок действий определяют. И это у нас... Скобки! Молодец! Бывает он острым, бывает тупым, но чаще всего он бывает прямым. Молодцы! Про это знает целый мир, нам угол измеряет. Молодцы! Внучка, подай мандарин. Сварила котятам кошка 36 ребешек. 7 по 3 хватило, сколько котят было? 12! Ответ был задних рядов. Принесла во двор синица 8 колосков пшеницы. В каждом колоске пшеницы 12 зернышек хранится. Сколько зернышек пшеницы? Сушение! Молодцы! Первые ряды, внучка. А вот это загадка с подвохом. Два крота спешили в норку. Им навстречу муравей. Сколько было насекомых? Сосчитай-ка поскорей. Один! Молодцы! Было в одной семье два отца и два сына. Сколько это человек? Три! Молодцы! Одно яйцо варится 4 минуты. Сколько времени нужно варить 6 яиц? 4! Кто-то сказал неправильный ответ. Я слышал. Дай, внученька. В каком числе цифр столько, сколько букв в его названии? О-о-о! Три! Ответ три был. Задние ряды. Неплохо. И больше нет, да, таких? О-о-о! Да, 11, да? 11! Еще мандарин. Класс! Я вот стал думать, не мог выдумать. А вот это задачка повышенной сложности. Один кирпич весит один килограмм и еще полкирпича. Сколько весит один кирпич? Не верно. Два килограмма. А ты слишком тихо говоришь, надо громче. У дедушки слух уже не очень. Парень два и три раза повторил. Ноги очень интересны у таинственного друга. Если первая на месте, то вторая ходит кругом. Что это? Циркуль. Кто первый был? Честно ответьте. Честно. Сколько крыльев у зайчонка, сколько перьев у слоненка? Ноль. Молодцы. Жарко у вас тут, ребята, жарко. Ну, мы, наверное, с внучкой своей, снегурочкой, полетели дальше. Раздавать подарки и смотреть лектории Алексея Саватеева. Вы в Великий Устюг, да, поехал? Да. Давай, с Богом. Всем до свидания, ребят. С наступающим Новым Годом. Маткуль, привет всем. Да. А мне уже дали мандарин. Еще один. Еще один. А кому не хватил? Я лучше с кем поделюсь, а? Кто поймает? Давайте. С Новым Годом! С наступающим вас, ребята! Так, ну что? Поехали, да? Я взял с собой две игры, которые мы будем разбирать. Поднимите руку, кто знает эту игру. Сет. Называется сет. Это удивительная игра. В нее чем младше, тем лучше играешь. Меня обыгрывают, ну, все дети, в общем, мои. Просто бесшансово. Вот. Они сразу видят эти сеты. Значит, давайте я расскажу вначале правила, а потом мы и обсудим. Правила такие. Выкладывается некоторое количество, ну, 12 обычно карт на стол. Вот так вот на стол выкладываются 12 карт. Ну, плохо, наверное, видно, да? Ну, ничего, я сейчас, как бы, вы представьте себе, да, вот 12 карт. И все ищут, ну, вот, слава богу, здесь быстро выпало. Все ищут комбинацию. Вот, например, вот такую комбинацию. Давайте посмотрим. У каждой карточки есть признаки, четыре признака. Четыре признака. Первый признак – это сколько на ней предметов. От одного до трех. Второй признак – это цвет. Он бывает вот синим, красным и зеленым. Третий признак – это форма. Да. Она бывает ромбическая, овальная, и вот такая вот загогулина, такая волна. Да. А, и еще есть закрашенность. Вот с закрашенностью мне не повезло, и все, которые здесь лежат, только двух видов закрашенности, поэтому придется из колоды достать третий вид закрашенности. То есть бывает полностью закрашенная, бывает вообще пустая. Вот, да. И бывает вот такая, заштрихованная. Значит, когда карты попадают на стол, нужно быстрее всех остальных найти то, что называется сет. Что такое сет? Сет – это такие три карты, что у них каждый признак либо представлен в одинаковой форме, либо во всех трех разных. Подумайте над этим, кто никогда не видел. То есть, в частности, вот этот самый простой сет, который может быть, в нем цвет одинаковый, размер, ой, в смысле, это самое количество, одинаковое везде по одному, заливка тоже одинаковая, и только форма разная. Но уж если она разная, она все три. Вот, а вот, например, вот это не сет. Поначалу довольно часто ошибаются, кричат сет, и оказывается, что не сет. О, отлично! У нас есть этот самый зажим. Да-да-да, сейчас можем все это. Значит, вот смотрите, вот это не сет. Что не так? Количество, да? То есть, давайте пойдем по остальному. Остальное все… А, нет, тут еще и форма не так. Тут по многим причинам он не сет. Тут, во-первых, форма у этих двух овальная, а у этого ромбическая, поэтому неверно, что все три овала, и неверно, что все три разные. Ромбов нет. Кроме того, значит, здесь количество разное, но не все три представлены, не один, два, три, а один, два, два. А заливка все хорошо, и цвета все хорошо. Заливка всюду одинакового вида, полностью закрашенная, а цвета все разные. То есть здесь вот по двум признакам не сет. А нужно, чтобы по всем четырем признакам был сет. Ну вот как кто-то нашел сет, он кричит «сет» и кладет в сторонку. Себе. Около себя. Это ему очко уже одно. Потом начинают еще выкладывать до 12, и снова смотрят. Вот. Ну вот, если честно, я плохо очень играю, поэтому я сейчас не вижу здесь сета сразу. Наверняка, кто лучше играет, увидит. Но бывает так, что его нет. Бывает так, что вот такой комбинации трех, которых все, значит, либо все по каждому признаку, либо все представляют разные признаки, либо все представляют одинаковые, просто нету среди 12. Тогда еще кладутся три. Вот. Вот это вот 15. Ну и здесь сет, очевидно, есть. Сет, очевидно, есть. Ну как бы так вот. Мне так кажется, что он здесь будет. Но опять же, я его не вижу. Вижу. Ну давайте, вот я предъявлю вам сет. Да, как он. Вот это сет. Смотрите. Они все красные. Они все по два. Заливка всюду разная. Форма всюду разная. Все. Значит, это сет. Отлично. Ну вот так игра идет, идет, идет. Значит, первый вопрос, который тут интересен. Первый, да? Да, либо все разное, либо все одинаковое, да. Значит, первый вопрос. Вот может ли быть, если 15 лежит, что нету? Теоретически может такое быть, что вот ты накидал туда, а вот 15 положил и нет. Оказывается, может такое быть. Может. И более того, я вас сейчас еще больше ошарашу тем, что даже 18 может не быть. Вот. Но вот тем не менее теорема, которую можно там доказать очень длинным и долгим перебором, вот, а можно из каких-то более умных соображений, теорема заключается в том, что среди 21 карточки всегда есть хотя бы один сет. Вот. Ну и на самом деле про 15 я могу вам сказать, я могу вам показать даже, как 16 очень легко сделать без сетов. Ну-ка, кто догадался по виду числа 16, как это сделать? у нас 4 признака, вот 16, 16 это 2 в 4, это намек. Я бы, если бы я написал, что это 4 в квадрате, это не был бы намек. Да. Совершенно верно. мы берем, значит, карточки, в которых присутствуют и зеленые, и красные, и овалы, и ромбы, и по одному, и по два, и залитые, и пустые. Каждый раз мы выбираем из двух, поэтому у меня будет 16 таких карточек. Среди них, очевидно, сета нет, потому что трех одинаковых нет, и трех разных нет, ни по одному из признаков. Вот. И, соответственно, 16 можно привести, но вот удивительно, что это не ответ. Я, на самом деле, такая история была, я когда думал про эту игру, я ничего не стал читать в интернете, я просто стал сам по нее думать. И первая моя гипотеза была, что если будет n признаков, ну, можно сделать как бы меньше признаков, можно сделать признаков, скажем, вот оставить только, только, оставим, например, только ромбы, тогда у меня будет 27 карточек. Да, кстати, с этого надо было начать. Сколько здесь всего карточек должно быть? 81. Почему? Потому что это по каждому признаку три варианта выбора. И это независимые варианты. Три. Для любого, значит, выбора цвета будет любой выбор формы, и для любых выборов цвета и формы, это трижды три, будет любой выбор количеств, тоже умножается на три, еще раз умножается на три, то есть 81, три в четвертой степени. Так вот, в принципе, игра сет могла бы быть на другом количестве карт, да? Она могла бы быть на, например, на, ну, до трех картах нет смысла играть в сет, да? Они всегда образуют сет. Вот. А уже на девяти, такой очень простой детский сет, играется на девяти карточках. А именно, мы берем, например, цвет, и количество, да? Цвет и количество. Все квадратики рисуем, каждый квадрат, либо красный, либо зеленый, либо синий, и их нарисовано либо один, либо два, либо три. И вот этот сет уже можно для такого, для разминочки в него играть, а уж тот, который 27, в котором берется все, например, кроме заливки, такой сет уже очень интересный, и я, так сказать, я рекомендую, если вы хотите научиться играть в сет, вначале хорошо освоить сет на 27 карточках, то есть вы когда одно свойство убираете, просто один признак, берете одного и того же типа. Вот, так вот, вопрос, какова должна быть выдача, чтобы в ней гарантированно существовал сет? При двух признаках это выдача 5 карт. 5 уже есть. Я, то есть, ну, как бы 4 это максимум, когда можно без сета. При n равно 3. И тут я выдаю гипотезу. Это было на Байкале несколько лет назад. Собрались, мы вместе все собрались, все дети мои были. И я выдал гипотезу, это было, по-моему, в 18 или 17 году, что-то такое. Я говорю, наверное, формула вообще будет 2. 2 в n и максимальное количество без выдачи. Понятно, что его можно сделать без выдачи 2 в n, а вот 2 в n плюс 1, наверное, всегда есть. И пошел купаться. Прыгнул с пирса, вернулся, и Миша, которому тогда было 13 лет или 14. Он говорит, пап, ты не прав, вот тебе 9 карт без сета. И ответ 10 здесь минимальный. Совершенно другая идея комбинации была у него, очень хитрая такая, неожиданная абсолютно. Он выдал, вот, говорит, при n равно 3, на 9 может не быть. Ну и потом я посмотрел, ответ 10. А при n равно 4, то есть в настоящем том сете, который мы рассматриваем сейчас с вами, да, в обычном сете. Ответ 21. 21 это минимальное количество, когда уже гарантированно сет существует. Поэтому в правилах написано, если и на 18 не находите, кладите еще 3, а дальше хорошо ищите. Потому что на 21 сет должен быть. Вот, ну а теперь, что называется первый фокус-мокус. На момент примерно 3 лет назад, вот если мы это обозначим, φ от n, да, минимальная выдача, когда точно есть сет, да, ну вот, соответственно, φ от n, φ от 2 это 5, φ от 3 это 10, φ от 4 это 21, φ от 5, по-моему, 45, φ от 6, 122, если мне не изменяет память, внимание, φ от 7 никто не знает. Там уже есть зазор. Не знает точности. Там в районе 700, но вот сколько именно, никто не знает. Это не доказано. Это нерешенная задача. Перебор невозможен просто уже. Там слишком много перебирать. Там нужно же все выдачи перебирать. Что такое тут перебор? Давайте поймем, какой здесь перебор. Вот если у меня идет игра на 7, то значит 3 в 7. Кто знает 3 в 7? Ну, примерно. 2 тысячи примерно. Мы в районе, вот выдачи имеем, в районе 500 или больше. Вот мне нужно перебрать все комбинации из 2 тысяч по 500. Те, кто знают биномиальные коэффициенты, знают, что это 2 тысячи факториал, делить на 500 факториал, умножить на 1500 факториал. Короче говоря, это примерно тысяча факториал переборов. Понимаете, что такое тысяча факториал? Просто вы понимаете, да, что это такое? Знаете, формула это, но я прошу прощения, никто, наверное, не знает, что такое E, поэтому я напишу 2,7 в степени, так, сейчас, что там за формула? E в степени N делить на E, что ли? Что-то я забыл. Нет, или N в степени N делить на E. N в степени N делить на E, по-моему, такая формула. Да, наверное, вот такая. Тысяча в степени примерно 300. Ну вот, зацените. 900 знаков. Понятно, ни один компьютер ничего похожего никак перебрать никогда не сможет и какие бы улучшения даже в поиске не делались. То есть здесь эта задача теоретическая, она должна быть, ну как-то вот, либо ее кто-то когда-то точно решит, либо это уже, ну, может, Fiat 7 и посчитает, Fiat 8 уже явно будет. То есть это вот такая, это удивительная, нерешенная задача про простейшую такую детскую игру. Да, сколько нужно выдать карт, чтобы не было. Но, правда, не про саму эту игру, про эту саму мы знаем, что 21, а про ее усложнение. А теперь давайте позанимаемся вопросом, сколько вообще есть сетов разных видов. И вообще, что такое сет? Вот с точки зрения математики, что это такое, что значит эта комбинация, которую мы ищем, когда есть выдача. Смотрите, каждый признак мы можем обозначить, вот, скажем, цвет, можно обозначить красный, зеленый, синий, а можно 0, 1, 2. Правда? Ну, как это сказать? Да? Рассмотрим трех поросят, обозначим их P1, P2 и P3 из анекдота про то, как папа-математик зачитывает сказку своему ребенку, сказку про трех поросят. Мы сейчас все вот это сведем. Количество. Ну, количество, значит, хотелось бы иметь 1, 2 или 3, да? Но если мы будем рассматривать его по модулю 3, как остаток, остатки сегодня будут очень много вообще встречаться, поэтому вы же знаете, что такое остатки отделения, да? Вот. А тогда 3 это 0 просто, поэтому заменим тоже на 0, 1 и 2. Дальше. Форма тоже. Пусть у меня будет 0 это ромб, например, 1 это этот самый, значит, овальчик, и 2 это волна. Ну и заливка. Тут все понятно. 0 это нет заливки, 1 это частично, и 2 это полная заливка. Вот. И, соответственно, мы закодировали игру сет наборами векторов длины 4 таких вот. координаты, да, тут координаты, например, 1, 0, 2, 0. Что это за карточка? Что значит 1, 0, 2, 0? Синих 3, синих 3 волны не залитых. Синих 3 не залитых волны. Но я могу где-то отыскать, вот где-то здесь, среди этих 80, есть синих 3 не залитых волны, да? Все остальные карточки тоже получают свои номера. Вот такие, по 4 на каждую. Вот, например, чему равна вот эта карточка? Давайте сейчас только как-то мы обозначим. Вот это будет красный, это синий, это зеленый. Количество понятно? Это 3, это 1, это 2. Форма, ну давайте ромб, овал, волна, а тут все понятно. Так. Итак, это карточка, какой имеет координатный вид? 2, 2, 1, ромб, 0. И 2. 2, 2, 0, 2. Если бы было 2, 0, 2, 2, случайно мы попали бы в 2, 0, 2, 2. Вот нынешний год, это какая карточка? Это зеленый, 3 зеленых волны. Вот наш год. Вот он. Он здесь, оказывается, лежал. Вот это наш год. А 2023 уже ничему не соответствует, потому что у нас 3 – это 0. Ну вот, и вот мы так все карточки запишем. Их, соответственно, будет 3 в четвертой, то есть 81. Теперь внимание. Теорема. через любые 2 карточки проходит 1 и только 1 сет. Не очевидно, да? Когда сформулировал, уже очевидно, правда? То есть, вот я схватил, например, вот эти 2 карточки. Я утверждаю, что существует в колоде, но не обязательно в этой выдаче, ровно 1, да? 1 зеленая заштрихованная волна. 1 зеленая заштрихованная волна. Потому что все 4 признака разные. И каждый раз надо добавлять. Но если бы какие-то были одинаковые, мы бы добавили одинаковым. Если разные, то оставшимся третьим. Это очень редко, это очень такой нередкий, очень сложный сет. Сложно. Его начинающие не видят такие сеты. Когда все 4 признака разные, начинающие не видят, не умеют видеть. Я, например, очень плохо с этим. У меня вообще с этим позорно. На чемпионате по сету, я говорю, в нашей семье я занимаю одно из самых последних мест. Всегда. Я просто туплю, я не вижу и все. Они раз, все, раз, Света, раз, Миша, раз, Галя, раз. Все сразу расхватывают и все. И нет, мне ничего не остается. Поэтому я занимаюсь математикой этой игры. Чтобы у меня было какое-то хотя бы в здании математики небольшое преимущество. Но уже тоже не перед Мишей, конечно же. Вот. Значит, соответственно, у меня, смотрите, теперь я хочу показать, как это происходит. Вообще вам ничего не напоминает вот эта теорема? Да! Именно так. Через любые две точки проходит одна и только одна прямая. И это не случайно. Это дискретная геометрия. То, что происходит здесь, это дискретная геометрия. Это четырехмерная дискретная геометрия над, простите за выражение, полем из трех чисел. 0, 1 и 2. То есть есть три остатка, 0, 1 и 2. Других чисел нет. Эти остатки можно складывать, вычитать, умножать и делить, если не на 0. Это очень удобная система остатков. Значит, как думаете, чему равно 1 разделить на 2 в ней? Ну, кто скажет правильно? 1 разделить на 2? Равно? Не-не-не-не. В этой системе надо искать остатки отделения на 3. 2 будет. Объяснить, почему? Правильно. Молодец. Именно поэтому. 2. 1 разделить на 2 – это то число, которое при умножении на 2 дает остаток 1 при делении на 3. То есть 2. 2х2 равно 4, а 4 дает остаток 1. То есть это чисто конечная совершенно арифметика такая, классическая конечная арифметика. И над ней четырехмерная геометрия. Поэтому в этой геометрии, так же, как и во всех геометриях, есть аксиома. Через две точки проходит одна и только одна прямая. Она выполняется. Давайте теперь в числах посмотрим, как это делать. Так. Вот эти две красные – это у нас что? Это 0. 2 – это количество. Форма овал – это 1. Заливка нулевая. Теперь эти синенькие. признаки должны быть представлены либо пора, либо все одинаковые, либо все разные. 0,1 осталось только 2. 2,0 осталось только 1. 1,0 осталось только 2. 0,2 осталось только 1. 2,0 осталось только 2,1. Мы восстановили 2,1,1. То есть в этой геометрии, но мы уже знаем, как он выглядит. Более того, это еще эквивалентно тому, что сумма координат по каждому признаку равна 0 по модулю 3, то есть как остаток отделения на 3. 3, 3, 3, 3. Ну, может быть, 0, например, или 6, может быть, если 2,2,2 будет. То есть делится на 3. Просто можно написать делится на 3. То есть сет образует такие три карточки, которые лежат на одной прямой. Больше, кстати, на этой прямой точек нет. На прямой ровно столько точек, сколько у нас элементов, чисел самих. Вот у нас три числа 0,1,2. И на любой прямой в нашей геометрии тоже ровно три числа, три точки. Одна, другая и третья. Вот. Соответственно, вот у меня получается такая замечательная теорема. Ну и заодно тоже эквивалентность, что мы просто можем посчитать сумму координат и получить. Ну вот. И сейчас мы будем заниматься следующим. Мы будем считать количество сетов разного вида. Сет бывает однопризнаковый, двупризнаковый, трехпризнаковый и четырехпризнаковый. Что это значит? Ну вот это, например, четырехпризнаковый сет. Все признаки разные. Если по какому-то признаку было бы, ну вот, например, сет такой 0,1,2,2,2,2,1,2,0,0,2,1. Вот такие четыре карточки образуют у меня трехпризнаковый сет. У них количество у всех по два. Ну а эти все различаются. То есть мы как бы, смотрите, мы все закодировали, мы перевели все в коды. Коды 0,1,2,3. И сформулировали теорему о прямых. Значит, соответственно, чтобы посчитать общее количество всех вообще сетов, нужно посчитать, ну вот я должен посчитать число прямых в этой геометрии просто. Число прямых. А что такое число прямых? Число парточек. Число парточек, но не совсем. Число парточек, но не совсем. А почему не совсем? Через каждую пару точек проходит одна прямая. Но. Нет, нет. Через каждую пару точек проходит ровно одна прямая. Как мы увидели, тут просто это восстанавливается все полностью. Если я вот эти две карточки взял, я получил эту прямую, да? А если эти две? А если эти две? То же самое. То есть надо на три поделить. Количество пар точек поделить на три. Или, если я пару упорядочиваю, первая, вторая, а это легче посчитать будет, то на сколько делить? На шесть. Потому что это просто означает, что я упорядочил все три точки напрямую, а упорядочивание у меня ровно шесть способов упорядочить три точки. То есть я как упорядочил, я задал. Ну, давай теперь посчитаем это количество. Оно такое, в принципе, уже довольно внушительное. Значит, сколько у меня упорядоченных пар? Первый элемент. Сколько вариантов? Правильно. Второй элемент. Восемь из. И это как раз надо делить на шесть, на три фкатериал. Давайте посмотрим, чему это равно. Кто быстро в уме считает? Вот тут на три делится, а тут на два делится. Совершенно верно. Тысяча восемьдесят. Тысяча восемьдесят. Вот. И значит, теперь теперь я хочу с вами вместе решить задачу. Сколько таких, сколько таких, сколько таких, сколько таких. У вас было в листочке задача или нет? Сейчас решим. Сейчас решим. Ну, давайте, а кто как думает? Как вы думаете, каких больше всего? Однопризнаковых. Я думал, что больше всего четырех признаковых. Я был в этом совершенно уверен. Я еще и говорил, что вот вы не умеете находить четырех признаковые, но очевидно же, что если посчитать, получится, что их больше всех. Я ошибся. Но однопризнаковых тоже не больше всех. Двух или трех. Видите, интуиция ничего не подсказывает, правда? Нет симметрии. Нифига нет симметрии. Здесь все разные числа. Сейчас посчитаем. Это очень красиво. Это совершенно неожиданно. Я говорю, даже для меня было неожиданно. Это игра, в которой я дважды ошибся. Вначале сколько выдачи должна быть, чтобы сетов точно были. И потом вот здесь. Так, значит, давайте решать эту задачу так. Давайте поймем, что первую карту сета мы в любом случае можем выбрать так, как хотим. Правильно? Любая первая карта задаст вам направление. О, у меня же есть подсказка, блин. Вот она. Так, значит, вот жили-были, да? Сейчас я… Вот у меня была такая, по-моему, карточка. Так, я ее завел и в разные стороны запустил. От нее в одну сторону вот так. Да, кажется, это именно три ромби. Да, три ромба были. Правильно, вот эти три ромба, да? Смотрите, какие однопризнаковые сеты… Давайте начнем с однопризнаковых, да? Начнем с однопризнаковых. Вот у меня… Это куда полетел? Значит, вот этот сет, ой, вот эта карточка, куда от нее можно путешествовать? Можно менять количество, можно менять количество, сохраняя все. И это один вариант. Можно менять заливку, остальное сохраняя. Можно менять цвет и форму. Вот такой вот крест, да? Из этой вот штуки происходит четыре разных сета. Так? 81 умножить на 4. Но это не все, да? Потому что в сете это 3. И надо делить на 3, потому что каждая карточка могла породить вот эти четыре. То есть из каждой карточки исходит 4 сета, но при этом по каждому сету мы проехались 3 раза, начиная от одной, другой и третьей. Очевидно, что это вот ответ. Да, это очень мало. На самом деле 108. Всего одна десятая всех сетов, одна признаковая. 108. Так, следующая задача будет сложнее. И ее я уже не смогу вот так наглядно изобразить. Значит, переходим к двупризнаковым сетам. Так, значит, она будет немножко сложнее. Поехали. Вот у меня карточка. На самом деле совершенно любая. Например, 0, 0, 0, 0. Вы согласны, да, что на самом деле совершенно неважно, с какой карточки мы стартуем. Если бы мы были высокой математикой, я бы назвал, что это афино-трансляционная инвариантность, многомерное пространство над конечным полем. Но по-русски это звучит так, что мы просто добавляем ко всем вот эти нули, единицы до нуля и потом просто параллельно сдвигаем вот так. Ну, по сути, да, это и есть сдвиг. То есть прибавляем к любому сету. Можно по любой координате прибавить одну и ту же величину ко всем трем и получится тоже сет. Вот. То есть сдвиги таких, сдвиги сетов. Ну, давайте смотреть, куда мы можем, что нам первым делом надо решить. А признаки, да, вот признаки, куда мы будем, вот, например, пусть мы будем вот эти два признака менять, а эти останутся теми же. Ну, раз они остались теми же, то, соответственно, вот они теми же и остались, какие были. Теперь по поводу менять, да. Сколько вариантов изменить? Четыре. Четыре, да. Четыре варианта изменить. Дважды два. То есть здесь можно стартовать вот в эту сторону. Как бы можно сделать здесь ноль, один, так, один, один, значит, два, один, один, два, 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 да. И, соответственно, мы 81 карточку умножаем на четыре варианта. Ну, сейчас мы еще кое-что, мы должны поделить, еще поделить, да. поделить по следующей причине. То есть давайте посмотрим. Ноль, 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 ноль. Мы эти два признака меняем. Соответственно, следующий сет будет либо один, ноль, один, ноль, и тогда потом два, ноль, два, ноль, да. Либо ноль, 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 два, ноль, один, ноль, один, ноль, два, ноль, Дальше. Ноль, 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 один, ноль, два, ноль, два, ноль, один, ноль. И, наконец, ноль, 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 два, ноль, два, ноль, один, ноль, один, ноль. Заметьте, что они попарно совпадают. Поэтому надо поделить. На 2. Но на самом деле еще на 3. Потому что сет с трех мест как бы начинает. Мы можем начать его и с этого, и с этого. Нет, в смысле домножить на количество выборов способов данных признаков. Это потом мы сделаем. Да, это пока. Нет, значит, смотрите. На 4 я домножил, чтобы стартовать в ту или иную сторону. Но на самом деле надо будет разделить на 2 и потом еще на 3 разделить. Потому что, как бы, смотрите, давайте так. Когда я домножил на 4, вот пока я домножил на 4, я имел в виду, что у меня получаются вот эти вот 4 пары упорядоченных точек. 4 пары упорядоченных точек дадут сеты, но не всегда разные. Но в принципе, когда я вот запишу эти сеты, если я все их вообще выпишу теперь, да, все, которые есть, то это на самом деле будет ровно в 6 раз больше, чем надо просто. Потому что я каждый раз выписал упорядоченную тройку. А нужна неупорядоченная тройка. Понятно? Или как-то всегда сложно пояснить это. То есть, как бы, мы смотрим, сколько прямых мы можем провести, начиная с вот этой карточки и продолжая какой-то, которые приведут к двупризнаковому сету с конкретными местами отличающихся признаков. Вот, допустим, мы решили, что первый, третий признак будут отличаться, второй, четвертый совпадать. Тогда у меня 4 продолжения. 4 продолжения, и эти 4 продолжения приведут к 4 упорядоченным сетам. Но из-за того, что они упорядочены, их надо делить на 6. Здесь 6 – это 3 факториал. Но дело в том, что еще нужно умножить на ту же самую шестерку, только в данном случае это уже не 3 факториал, а с 4 по 2. То есть количество пар признаков. Признаков может быть вот эти 2, могут быть вот эти 2, могут быть вот эти 2, могут быть вот эти 2, эти 2 и эти 2. 6 вариантов для пар признаков. Шестерки эти сократились, и получилось прекрасное число, которое равно 324. В 3 раза больше. Так, ну что, делаем трехпризнаковый. Поехали. Трехпризнаковый сет означает, что мы какой-нибудь один признак оставляем, а по остальным должны стартовать. Ну, тут дважды дважды два. Каждый раз тоже два варианта старта. И это дает, то есть 81 умножить на дважды дважды два, еще на 4, потому что есть 4 варианта выбрать тот, по которому мы не стартуем. И это количество опять упорядоченных сетов с тремя признаками. Раз упорядоченных, делим на 6. Одна двойка здесь сокращается, здесь остается 27. И получается 27 на 16. 432. Конечно, мы могли бы теперь просто вычесть, но это как-то не наш путь, правда? Давайте лучше вычислим и потом просуммируем. Все признаки надо менять. Итого 81 умножаем на 2 в четвертой. Правильно? И делим на 6. Итого 27 на 8. Да? Все. Смотрите, какие. То есть одна десятая всех сетов однопризнаковые. Три десятых. Двух признаковые. Четыре десятых. Трех признаковые. И две десятых. Четырех признаковые. 10 процентов. 20, 30 и 40. 10 таких, 20 таких, 30 таких, 40 таких. Как-то было, как-то было, как-то было. А, была лекция у меня в Москве. Такая же тема. Лет 7 назад. Давно-давно. Нет, не 7, 5, наверное, когда я увлекся этим делом. Как раз после вот этого лета. Вот. И я… Там собрались самые разные люди. Не математики в том числе были. И я говорю сейчас, кто первый мне напишет, в какой процент всех сетов будет однопризнаковый, двухпризнаковый, трехпризнаковый, четырехпризнаковый. Тому подпишу, подарю книгу тогда только-только вот она… Нет, не только уже. Ну, какое-то время, как вышла книга. И вот. Ну, математики лихорадочно давай считать. Ошибиться легко. Один что-то… Черт, не получается. Короче, торопится один, говорит, сейчас все будет. И вдруг в зале сидел молодой человек, который так очень отрешенно на все смотрел. И вдруг говорит, их будет 10%, 20%, 30% и 40%. Я говорю, да, иди сюда. Кто ты по специальности? Он говорит, я музыкант. Я говорю, а как ты это вычислил? Он говорит, ну, если 100% надо как-нибудь красиво разделить, то только так и разделишь. Вот так. А тот вот, который умный-умный, взрослый математик, он дописал в эту секунду, говорит, блин, я чуть-чуть опоздал. Но зато у него точно было. А у музыканта было вот так. Но музыкант получил книгу. Вот так. Так что вот такая интересная игра, глубоко математизированная, идущая к четырехмерной конечной геометрии. Но я, как вы помните, как вы видели, математика игр с сет и добль называется, да? Поэтому мы переходим к следующей игре. Сколько у нас времени? Давайте посмотрим, следить будем. Нормально. Хватит вполне времени на добль. У нас после этого интервью, да? То есть 2.15, да, надо завершить, чтобы и пофоткаться, и интервью, да? Так. Ну да. В общем, 15 минут мне на добль вполне хватит, потому что вы уже подогретые. На самом деле, вы уже вполне подогретые. Что такое добль? Это еще более удивительная детская игра. Поднимите руку, кто знает, что такое добль. Вот тут вообще почти все. Так, значит, ну, при классической игре цель игры это быстрее других угадывать тот предмет, который будет одинаковый на двух карточках. Опять, я в полной всегда, в полной, я никогда этого не вижу. Никогда. Я иногда по минуте могу тупить. Но в данном случае снежинка. Вот, значит, теперь внимание. Когда я ее увидел, я просто попал в ступор, потому что я не понимал, как можно, как это может быть. Любые две карточки пересекаются ровно по одному. Как? Как можно, в принципе, придумать… Ну, то есть сразу возникло вопрос. Возникло вопрос. Сколько предметов всего, да? Сколько всего предметов, сколько всего карточек, да? Но когда я посчитал, я понял все. Но потом мне еще подсказали. Один очень умный математик. Дал небольшую подсказку. То есть, смотрите, предметов восемь на каждой карточке. На каждой. Вот. А всего знаете сколько? Пятьдесят семь. Но, конечно, было бы странно, что это связано с номером школы, которую я закончил. Очень известной математической школы. Наверное, это связано с чем-то еще. А карточек пятьдесят пять. Это совсем непонятно. Поэтому я нашел в интернете информацию о том, что две карточки нехватающие были выброшены, потому что на них написаны правила игры. Вот. То есть на самом деле карточек тоже пятьдесят семь. И вот тут уже мне начало казаться, что я начал понимать. Давайте сейчас я пока ничего не буду говорить. Значит, итак, наша задача – это пройти дорогой тех, кто изобретал эту игру. Внимание, эту игру без математики изобрести невозможно. Вообще. То есть без соответствующей конструкции. Ее нельзя просто придумать. Вы никогда не сделаете так, чтобы любые две карточки пересекались ровно по одному элементу, без какой-то схемы в мозгах. Значит, смотрите. Сейчас я буду вам рисовать эту схему. Итак, теперь мы переходим тоже в некоторую вселенную, которая называется остатки по модулю семь. Остатки от деления на семь. Их семь штук. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И рассматриваем двумерную геометрию. Двумерная. Обычная плоская геометрия. Она выглядит так. Вот у меня. Сейчас я нарисую. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И там где-то вот такой вот пунктирный семь есть. Дальше здесь тоже у меня будет все разлинованно. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И пунктирный семь. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И пунктирный семь. Значит, я попытаюсь сделать так, чтобы одна фигурка. Зачем я их убрал, интересно? Я их достал и убрал. Чтобы вот одна, вот это паук, да? Кто такой паук здесь? Паук это, например, вот эта вот точка с координатами 4, 2. Теперь у меня будут двойные координаты. С этим были из четырех, а это будет двойные. Ну, а, например, сердечко у меня будет с координатами 3, 3. А зеленая клякса с координатами 2, 4. Вы уже чувствуете, к чему я клоню? Тут будут часы 5, 1. В точке 6, 0 будет цветочек. Предметов сколько? 8. А сколько точек на этой прямой? 7. Чисел 7, точек на любой прямой тоже 7, как я уже сказал, когда мы сет изучали. Что-то не сходится до конца. А смотрите, какая идея. Любые две карточки пересекаются ровно по одному элементу. Что это напоминает? Какую теорему из геометрии или аксиому? Любые две прямые пересекаются в одной точке. Но это же неправда. Есть же параллельные. Правильно? Максимум. Нет, я хочу аксиому, что любые две, поэтому перехожу к конечной проективной плоскости. И это и есть отгадка. Сейчас объясню. Сейчас я объясню. Конечная проективная плоскость по модулю 7. Вот что мне нужно. Значит, что это такое? Это просто. Вот эта плоскость, вот я ее нарисовал. Вот она, да? Но к ней дополнены идеальные элементы. То есть, смотрите, вот у меня эта прямая, в ней 7. Мало. Нужно 8. 8 будет общий у всех параллельных прямых, которые вот так проходят. Например, смотрите, вот эта прямая параллельно вот этой. И ни одной точки. А где, кстати, седьмая точка этой прямой? Кто догадается? Семерки нет, поэтому ноль, ноль. Семь, ноль. Я специально здесь нарисовал. Нужно прыгать сюда, потому что по модулю 7. Так. А у этой прямой, где нехватающие две точки? Вот они. Понятно, да? И вот у меня пучок из 7 или даже, кстати, вот может и восьми, да? Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да. Правильно, семи, да. Семи параллельных прямых. То есть вот это вот как бы, вот эта прямая идет сюда. Следующая прямая спрыгивает вот сюда. И еще две прямые. Есть вот такая. И, соответственно, вот такая, да? Вот. И вот и в семь. И в семь. Но еще будет одна прямая, которая будет состоять из всех идеальных вот этот нехватающих элементов. Она будет называться бесконечно удаленная. Бесконечно удаленная. На самом деле, это просто совершенно абстрактно. Мы берем еще восемь точек, соответствующих всем возможным направлениям параллельных прямых, да? Какие могут быть параллельные еще? То есть смотрите, все, вот теперь уже все, картина ясна. Одна карточка сета и это одна прямая. Теперь вы просто изготавливаете, да? Дальше просто нужно изготовить, да, это все. То есть снабдить каждую вот эту точку своим вот этим рисуночком и положить на бумагу, да? То есть у нас карточка, одна карточка добля, извините, это вот эти семь точек плюс бесконечно удаленная точка вот в этом направлении. Для вот этого потока параллельных прямых одна и та же, для всех. Поэтому каждые две карточки из вот этого параллельного потока, они пересекаются вот там, вот в этой одной и той же добавленной им по направлению этой прямой. Дальше. Ну вот, например, есть еще очевидные прямые, горизонтальные прямые, да? Вот они все. А тут вообще все элементарно. В каждой из них семь точек, да? В каждой из них семь точек и добавляется еще вот эта вот одна, вот она, которая, вот в ней как бы они все должны пересечься. Одна вот на той дальней бесконечной удаленной прямой, да, которая не видна. Вот. Это другая точка. Вот эта точка и эта точка. Различные точки той далекой прямой. Ну, а на направлении у нас ровно восемь. То есть у нас вот это как раз хорошо видно, что на бесконечно удаленной прямой будет восемь вот этих идеальных, потому что какие есть направления? Параллельно земле. Отсюда сюда это два. Отсюда сюда это три. Отсюда сюда четыре. Отсюда сюда пять. Отсюда сюда шесть. Это как раз вот это. Это вот как раз вот эта наша прямая, да? Вот она как раз именно так устроена. Она будет отсюда сюда, сюда, сюда и так далее. Отсюда сюда семь. И отсюда сюда восемь. То есть из этой точки можно стартовать в 8 различных направлений. Поэтому и 8, а не 7. Такая, 6 таких и одна такая. То есть две нулевых, нулевая бесконечная и еще 6 посередине. Вот эти картинки очень хорошо проясняют интуицию потом настоящей проективной плоскости, которую вы будете изучать уже в старших классах. То есть на конечной проективной плоскости это видно просто собственными глазами. Вот у вас получается 8 этих точек соответствующих направлениям. Итого, на этой плоскости существует 57 точек, потому что 49 здесь и 8 вдали. То есть 57 картиночек, которые надо собрать напрямую и каждую прямую сделать в виде вот такой вот карточки. Одна прямая это бесконечно удаленная прямая, на которой 8 вот этих новых. Все остальные прямые можно увидеть здесь. Все 56 остальных прямых здесь видны. Вот такие, вот такие и всякие там наклонные. Каждый раз вы проводите прямую именно по тому принципу, который мы делали. То есть если у вас есть, например, 3, 2, да, и вы хотите еще одну точку взять, там, скажем, 4, 4. Давайте восстановим всю прямую, которая будет им соответствовать. Вот я взял 3, 2 и 4, 4. Провел прямую. Кто мне скажет следующую точку? Ну-ка. На том же расстоянии должна отстоять от этой. 5, 6. Молодцы. Дальше. Восьмерки нет, поэтому 1. Молодцы. Дальше. 2, 0, 3. Правильно. Так. 1, 5. 2, 0. 3, 2. И бесконечное, значит, в направлении вот этого. И бесконечное в направлении разницы между этими двумя. То есть то, что мы все время прибавляли. Прибавляли 1, 2. То есть отношению 1, 2 соответствует всем прямым, которые вот так. Это вектор, как бы направляющий вектор прямой, если кто вот плоскую геометрию понимает. Да, вот каждый прямой есть вектор, который направляет. Здесь тоже дискретный вот этот направляющий вектор. Он эту прямую определяет. Если я сменю точку, то прямая, которую я здесь построил с помощью этого вектора, будет параллельной этой. То есть нигде не будет ее пересекать, ни в одной точке. Но в бесконечно удаленной пересечет. Ну и вот осталось действительно для бесконечно удаленной прямой у нас есть 0 к 1, 1 к 0. И дальше все варианты. Вот 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5, 1 к 1 и 1 к 6. Вот 8 направлений. А вы мне спросите, а как же, например, 6 к 1? Это какое направление на самом деле? Это 1 к чему? Пропорция. По модулю 7. 6 разделить на 1 равно 1 разделить на что? То есть 1 нужно, чтобы 6 было равно 1 разделить на что-то. То есть нужно найти 1 шестую в геометрии по модулю, ну в этой арифметике. 1 шестую среди вот этих. Кто первый найдет 1 шестую? Какая? Ладно. На самом деле 6. 6 это минус единица. 6 это минус единица. Если мы делим, так же как там на двойку делили, будет та же самая двойка, тут на шестерку, та же самая шестерка. Но дальше это не так. Например, 4 к 1. Это не 1 к 4. Это 1 к чему? 3х4 это не 1. 2х4, конечно, к 2. 2х4, 8. 1, 2 равно 4, потому что 4 умножить на 2 равно 8. А 8 это единица по модулю 7. Так и действует. Конечная арифметика так вот действует. Можно всегда делить все обратные друг к другу. Вот это вот обратное к себе самой. Тройка к пятерке. 1, 3 это 5, потому что 3х5, 15 это единица. Эти две между собой. И единица тоже сама. Ну и мы вычислили, соответственно, для любого отношения. Можно его привести к виду 1, разделить на что-то. Ну и будет 2 выделенных таких, которые участвуют еще 0. То есть параллельные прямые и вертикальные. И вот эти 8 отношений как раз составляют вот эту бесконечно удаленную прямую. После этого мы все это кладем на бумагу и получаем игру сет. И дальше зачем-то убирает две карточки, пишет на них правила. А было бы, конечно, гораздо прикольнее, если бы все 57 было там и все 57 тут. Так что это точки и прямые двумерной проективной плоскости над полем из 7 элементов остатков по модулю 7. Вот такая игра. А все дети играют и большинство даже не знает, почему в нее можно играть. А в нее можно играть… Это только из-за математики. Она изобретена только из-за математики. Она никогда не могла бы появиться на свет, если бы не было проективной плоскости. Все, наверное, спасибо за внимание, друзья. И с Новым годом всех, да? С Новым годом! Та-дам! Да. И сейчас, если кто захочет фоткаться, пожалуйста. Да. Та-дам! Да. 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 Продолжение следует...